Зеленка, нашатырный спирт, фукорцин, тестовая поверхность, 3 емкости для смешивания, что может пойти не так. Привет, котята. С самого начала моей ютуб-деятельности, буквально под вторым или третьим видосом, меня просили рассказать про эту штуку. Я очень долго отнекивался и говорил то, что думаю, что это бессмысленная, в общем-то, вещь. Поэтому сегодня в качестве экспериментального формата у нас новый режим у камеры, новый ракурс, так сказать, в целом новый сетап. И сейчас я замешаю стелс, тот самый колхозный стелс, про который все вообще знают. Классический рецепт такого стелса это зеленка и нашатырный спирт один к одному. Но когда я полез в аптечку, я нашел бутылку фукорцина и решил ради прикола приугореть и чекнуть, будет ли это вообще работать. Смешивать мы сегодня будем в таких вот бутылочках и наносить все это будем на ПВХ-панель ватной палочкой, потом будем пытаться бафнуть это спиртом. Ну, так чисто на интерес, на самом деле бафать смысла-то даже нет особого. У меня уже все бутылочки полувскрытые, то есть я ножом поддевал все вот эти пробки, потому что открывать их ногтями, зубами, это прям вообще плохая идея. И тут сейчас, конечно, будет вообще топ-вонища, так сказать. Сразу же... Фу. Блин, вроде обоняние после операции наполовину не работает. Все так... Отвратительно, господа, просто отвратительно. Блядь, это выглядит как кровь просто. Теперь, пока я наливаю зеленку, я хочу вам напомнить то, что был такой парень. Дмитрий с канала «Делай красиво». Так вот, ребята, сделай красиво, Женек и Дмитрий немножко разошлись. И если Евгений остался на канале «Делай красиво», вы все его знаете, ссылочка вот тут вот. У Дмитрия теперь тоже есть свой канал, он там делает доски, всякие прикольные штуки. Оставляем ссылочку на его канал вот здесь вот. Если вам были интересные видосы про доски на канале «Делай красиво», то вам на тот канал тоже стоит взглянуть. Вот правильный стелс из зеленки, он слегка розоватый и нормально работает. Ну и давайте ради интереса смешаем эти два стелса. Ну, типа стелса, я не знаю, есть ли в этом хоть какой-то смысл. А может быть и нет. Ну, кстати, лучше стало, реально стало лучше. Давайте нанесем все на тестовый стенд. Под циферкой 1 у нас будет, так сказать, смесь из стелсов, которая, кстати, ни хрена не растеклась. Под циферкой 2 у нас стелс из фукорцина, возможно, нужно меньше просто было его наливать. Ну и самый православный стелс из зеленки под циферкой, в общем-то, 3. Я, кстати, левша, если что, но наношаю правой рукой, так сказать. Ну и теперь, пока все это проявляется, давайте я объясню, почему вообще этот стелс – это говно. Потому что я сейчас уже в комнате, и запах здесь, вы бы знали. Наш отвертый спирт, кто не знает, используется в том числе для того, чтобы людей без сознания приводить в это самое сознание. Зачем вообще нужен стелс? Ну, вообще, так-то, если подумать, стелс нужен для того, чтобы разносить транспорт. Ну, изначально, да. Для того, чтобы вы в общественном транспорте разносили его, что я, конечно же, не одобряю. И при всем при этом не вызывали подозрения у всяких прохожих и прочих мимо-крокодилов. Либо же стелс нужен для того, чтобы тегать днем в людных местах на улице. Почему данный стелс по обоим критериям полная залупа? Давайте рассмотрим первый вариант – это транспорт. Кстати, не тегайте в транспорте, пожалуйста, потому что я вот подобное не очень одобряю. Значит, что происходит? Вы достаете моркоз, проводите пару линий, и весь вагон наполняется запахом ссанины. Ну, естественно, ни о каком бесполевном тегинге и речи, в принципе, идти не может, потому что идет какой-то резкий химический запах. По поводу улицы, вот эти два замечательных красителя, да, фукорцин и зеленка, они очень жестко выгорают. Вот здесь мы, например, видим то, что очень плохая смачиваемость поверхности происходит, да, что здесь, что здесь. То есть на глянце это, ну, без шансов. Это все, кстати, вымоется дождем. И несмотря на то, что нашатырный спирт потом испаряется, все равно итоговая концентрация красителя в растворе и потом, соответственно, на поверхности, она намного ниже. Естественно, она тоже будет быстрее выгорать. То есть если вы тегаете, ну, по нищенке, условно говоря, смесью в корцы на зеленке и, допустим, синих чернил, да, для ручек, и это, в принципе, хоть как-то держится, да, какое-то вменяемое время, то стелс держится очень немного, поэтому для улицы он, в общем-то, тоже и не подходит. И смысла в этом не очень много. Конечно, здесь еще не все высохло, но вот зеленка уже ярче не станет. А чтобы не растягивать видик, я буду бафить и одновременно расскажу историю, после которой я, в принципе, окончательно понял, что все это полная шляпа и хрень. Вот маленький молоточек, обычный самый, 411, и в него был залит вот такой вот стелс. Грубо говоря, поверхность здесь, то есть стоит маркер, вот стоит рядом большой маркер, швабра, и швабра, соответственно, вот так вот стоит. И вы знаете, что произошло? Молотов, естественно, был обычной пятнахой, и с пера этого молотова начал испаряться аммиак. И основная проблема в том, что он испарялся до той поры, пока в крышке не скопилось такое давление, что она просто вылетела, ну, типа выстрелила вверх. И у этой моей швабры, да, которая лежала сверху, вот этот блок с самой шваброй ее просто вырвало и оторвало нахрен. Вот, и естественно, это все сопровождалось брызгами чернил, брызгами стелса, запахом аммиака совершенно охрененным. И вот после этого я уже окончательно понял, то что стелса вот этой зеленки, это полная залупа, и возиться с ним смысла никакого нет. Если вы хотите потегать зеленкой, ну вот для сравнения, да, нормальное чернило, которое, ну, все. Если вы хотите потегать зеленкой, фукорцином, то ничего в этом зазорного нету. Но делать из этого стелс смысла нет абсолютно никакого. Естественно, я крякаю со своей колокольни, возможно, у вас есть свое видение этого процесса. Добро пожаловать в комментарии, расскажите, что вы об этом думаете. Если вы тегаете стелсом и зеленки, то зачем, как и почему. Возможно, я что-то упускаю из вида. А на сегодня все, я всех обнимаю и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok